Главные спонсоры выпуска — подписчики варпмейка на Бусти. Огромное спасибо! Всем привет! Вы смотрите второй выпуск Арены 40К. В пилотном видео мы сравнивали персонажей из разных вселенных. Научно и не очень научно фантастического Вархаммера и вселенной АВП. Но сегодня у нас в меню только беспросветная тьма жестокой галактики. Потому что случай, можно сказать, особый. Давид против Голиафа. Звериная хитрость против сверхчеловеческой мощи. Пчелы против мю... Простите, это из другого сценария. Повелитель МакКрага, он же МакКрэг, и всея Ультрамара, сойдется в бою с коварным отродьем рода Зеленокожих, свирепой тварью и кровожадным дикарем. Обыкновенным греченом. Кто же из них одержит верх? Вот в чем интрига. Если вам кажется, что результат известен заранее, вспомните, что в мире мрачного будущего нет определенности. Лишь смех темных богов. Устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем. Астартес — это воин, способный выполнить любой приказ. Он — инструмент покорения галактики, совершенства плоти, умноженное на достижение древних технологий и возведенное в степень массового производства. Космодесантники одержат победу там, где не справятся простые солдаты, сколько бы тренированные и мотивированные они не были. Потому что Астартес являются живым оружием. Их предназначение — уничтожать врагов Императора. А у Императора — полная галактика врагов. Некоторые из этих существ пытаются выжить. Другие сражаются во имя власти. Третьих поглотили ненависть и жажда разрушения. Но есть и те, кто просто не существует отдельно от смертоубийства. Ведь они изначально были созданы истреблять все, что от них отличается. Зеленокожие, а в нашем случае гречины, они же гроты. Отличный пример такой искусственно выведенной жизни, созданный еще древними для борьбы с некронтир и ктанами. Они выполняют строго определенную роль в рамках закрытой, агрессивной, крайне стойкой экосистемы. Гроты — весомая часть галактической чумы, что пытается утопить звезды в бесконечной войне. Подобные существа — не более чем биологические орудия битвы. И в этом они похожи на Адептус Астартес. Однако у космодесантников и ксеносов-дикарей совершенно разные механизмы адаптации и эволюционного превосходства. Рассмотрим их на примере наших сегодняшних оппонентов. Марниус Калгар — живая легенда Империума. Может быть, он не самый могучий воин в рядах человечества, в конце концов существуют кустодии примархи, но его колоссальный опыт сражений и талант полководца делают Калгара крайне опасным противником. Если взять отрезок пергамента и, кратко, записать на нем все титулы и подвиги славного героя, то свиток выйдет настолько длинным и тяжелым, что его без преувеличения можно будет считать оружием ближнего боя. Давайте посмотрим, что из себя представляет отважный Марниус в М-42. Список должностей и регали этого космодесантника говорит сам за себя. Он — магистр Ордена Ультрамаринов с многолетним стажем. Калгар с честью выполняет обязанности повелителя МакКрага и лорда-защитника Ультрамара. Возрожденный Рабут Гелеман лично назначил его заместителем на время, которое понадобилось Примарху, чтобы достичь Терры и получить аудиенцию у Императора. Когда Мстящий Сын вернулся в свой Доминион, Калгар стал изначальным перворожденным Астартес во всем Империуме, что прошел через процедуру примаризации. Что же из себя представляет космодесантник Примарис? Это дополнительно улучшенный Астартес, которому установили еще три импланта. Магнификат, сухожильные катушки и печь Белизариуса. Детальное рассмотрение их функций — тема для отдельного выпуска, но в общем и целом они значительно увеличивают физические возможности Примариса по сравнению с перворожденным космодесантником. Хотя если посмотреть на правила настолки, разницы там по сути никакой. Так вот, после радикальной перестройки тела, Марниус Калгар сменил защитное снаряжение. Сейчас он чаще всего носит усовершенствованную силовую броню Марк-10 Гравис, называемую «Доспехами Геракла». По своим защитным характеристикам, она сравнима с терминаторской броней и дополнительно уменьшает любой входящий урон в два раза. В комплекте с этим чудом имперских технологий идет знаменитое оружие, которым во времена мифов и легенд владел сам Рабут Гелеман — так называемые «руковицы ультрамара». Они представляют собой пару силовых кулаков со встроенными болтерами. Повелитель МакКрага способен как поливать орды врагов потоками разрывных снарядов, так и растерзать танк в ближнем бою. Он стойкий и непоколебимо верен человечеству. Марниус Калгар — настоящая элита космического десанта. Лорд-защитник ультрамара известен как умелый и харизматичный генерал. Он досконально изучил Кодекс Астартес и эффективно использует описанные в нем стратагемы. При этом Калгар обладает достаточным воображением и смелостью для импровизации в тех случаях, когда стандартные приемы Гелемана не работают. Марниус отлично понимает, что истинная сила Астартес проявляется в их единстве, где каждый десантник становится элементом общей картины, частью карающей десницы императора. Но при этом могучий магистр Ордена никогда не сторонится трудной работы пехотинца и нередко сам ведет своих боевых братьев на битву. Однажды Калгар сразил в поединке Аватара воплощение бога войны Айльдарь. Искушенный зритель может подумать, Сомнительная похвала. Кто же во вселенной Вархаммера не убивал аватаров? Однако, в списке достижений Марниуса есть также деяние, достойное великого чемпиона. Победа над тираницким повелителем Роя. Да, со второй попытки. Да, потеряв при этом половину тела и органов, и почти всю почетную стражу. Но храбрый воин все же единолично уничтожил тварь, что является сильнейшим синоптическим существом из всех творений разума Улия. Раз за разом повелитель Роя перерождается в новых телах, сохраняя при этом личность и опыт прошлых воплощений. Это уникальный монстр. Древний, как весь биологический вид тиранины. Невозможно переоценить талант, необходимый, чтобы одержать над ним вверх. Что же касается орков, то Калгар — настоящий специалист в борьбе с ними. Убедиться в этом можно, ознакомившись с отчетами про осаду Золотраса. Целые сутки герой-космодесантник в одиночку охранял врата города Улия, сдерживая кровожадные орды зеленокожих. Этот, как и, впрочем, другие славные подвиги, подробнейшим образом описаны в 28 томах сказания о повелителе МакКрага, что хранятся в архивах Ордена. Такого количества превозмогания с лихвой хватит на выпуск Либрариума 40К, Марниус Калгар, магистр Ордена Ультрамаринов. А нам пора переходить к другому участнику сегодняшней схватки. Думаем, он окажется не менее достойным воином. Если Гречен, или, как его еще чаще называют, Грот, просто захочет пожить как можно дольше, например, полгода, или даже год, ему придется приложить для этого невероятные усилия. У Адептуса Астартес почти каждый день какие-то передряги. То демоническое вторжение, то восстание гинокрадов, а иногда вообще междоусобная война с братишками. И у них, хотя бы, есть керамитовая силовая броня и болтеры. Скажите, вы пробовали без всего этого, как есть с голым пузом, будучи ростом метра в прыжке, принести своему господину Орку пыва из ближайшей хрючевальни? Нет? Представьте, вас могут сожрать голодные сквиги или переедет грузовик? Или владелец забегаловки вдруг заподозрит, что вы засланец красного гобба и постукает вас дубьем? Пейнбой, нуждающийся в подопытных? Мигбои, разыскивающие добровольца для убейбанки? Нобы и варбосы, что сегодня встали не с той ноги? В конце концов, ваш собственный хозяин, которому пыва показалась недостаточно вкусным или холодным, или грибным. Тоже способен с размаху отоварить вас до смерти. В общем, опасностей на вашем пути не сосчитать. А может, он просто забыл, что вы еще в халупе, и, садясь на скамью, расплющил ваше тщедушное тельце своим необъятным задом. Нечто похожее произошло с Макари, которого называют самым удачливым гротом на свете, потому что он протянул в услужении у варбоса траки целых девять лет. Правда, с тех пор Макари умирал и оживал много раз. Около десяти нечленраздельных пящих дикарей во мгновение окон сбирают на силовой доспех, грызу, торапают его, ищут сочленения, лоплы, кабели и прочие уязвимые места. Пули Греченов раз за раз прикошели от силовой брони. Колгару даже не требовалось укрепить. Он стремительно приближался к зеленокоржим сна в опущение погибели. И когда он до них добрался, наконец, не выдержала даже сверхчеловеческая биология космического дистрика. С оглушительным рохотом доспехи Геракла упали на землю. Внимание! Связь прервана! Обнаружены вам помехи. Автоматическая настройка. Неудачно. Для того, чтобы продолжить просмотр, пожалуйста, перейдите на бусте варп маяка по ссылке на экране и в описании видео. Император хранит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА